После этапа Кубка мира в Пизе новосибирские фехтовальщики с поражением опорно-двигательного аппарата готовятся к национальному чемпионату. В Италии наиболее убедительно выступил Максим Шабуров. Остальным спортсменам предстоит работа над ошибками. Подробности в сюжете Александр Шурудила. Этап Кубка мира под названием «Падающая башня» уже четвертый в календаре фехтовальщиков рейтинговый турнир из числа отборочных к Паралимпийским играм в Токио. Наиболее высоких результатов среди новосибирских спортсменов добился Максим Шабуров. Своим соперними я очень доволен, потому что это первый этап, который я выигрываю за время отбора на Паралимпиаду. И так же и в Сабле. Потому что я же на Сабле и на Шпагу отбираюсь. И Сабле в этот раз тоже зашел в медали, в гронзовую медаль. В полуфинале сабельного турнира Максим уступил украинцу Андрею Димчуку, чемпиону Паралимпиады 2016 года. Зато в турнире Шпажистов одолел своего давнего соперника – британца Пирса Гильвера, который на данный момент возглавляет мировой рейтинг. Максим в рейтинге в Паралимпийском идет вторым номером. Виктор Дронов идет пятым номером в Сабле. Максим также в Сабле идет пятым номером. Ну, чтобы конкретно отобраться, надо быть в восьмерке. Всего на итальянском этапе Кубка мира участвовали пять новосибирцев. Но для большинства этот турнир сложился совсем неудачно. Причины у каждого свои. Кому-то не хватило опыта, а кому-то, как Виктору Дронову, хладнокровие. Ну, в Италии как бы не пошло, не получилось, что за выход в 16 проиграл и на шпаге, и на Сабле на своем основном виде. Ну, просто какой-то неудачный был старт. Примечательным турнир в Пизе стал и потому, что именно на нем были подведены итоги 2018 года. По результатам выступления в рейтинговых турнирах сразу трое новосибирских фехтовальщиков стали обладателями Кубков мира. Максим удостоился лучший юниор до 23 лет в шпаге и в Сабле. По результатам информации Трофимов Никитова лучший в шпаге до 17 лет. Еще Гончарова Александра, моя ученица, тоже получил Кубок мира за 18 год в шпаге. Что касается отбора на Паралимпийские игры, фехтовальщикам еще предстоит три этапа Кубка мира в 2019 и четыре этапа в следующем году. Кроме того, в сентябре спортсменов ожидает чемпионат мира в Корее. Ну, а ближайший старт, национальный чемпионат, уже в апреле. Александр Ширудила, Антон Мамаев. Новости ОТС.